Тут еще один такой момент она затронула, важный, потому что она говорит, ребенок в церкви не видит такого, скажем, атмосферы принятия, любви, это болезнь нашей детей, она говорит, у тех же протестантов или в какую-то секту приходишь, тебя там обнимают, целуют, тобой занимаются, пока месты там, но ты попробуй уйди, я очень боюсь, что туда подтянет, это так, это мы знаем, но... Хотя не всегда, не везде, не всегда, не везде. И вот это вот отсутствие вот этого вот такого, скажем, поля любви в церкви, это, к сожалению, факт, потому что единичные общины создают такие... Теплую атмосферу. Теплую атмосферу, да, вот. Почему так? Опять сейчас буду про священников говорить. Ну, вот смотрите, как вы считаете, если, допустим, человек учился три месяца, и потом стал офицером, сильно он навоюет, учившись три месяца быть офицером. А если священник учился только три месяца, ну, стал священником, учился три месячные курсы, сильно он насвященствует? Ну, это я говорю как образ. Ну, это есть у нас, я говорю из жизни, я из жизни был. Ну, это вот новая церковь, ПЦУ, вот у них сейчас так. У них такая сейчас... Я понимаю, что это профанация, потому что я знаю, как я был священник, как я стремился к этому 13 лет, сколько я выучил, сколько прошел там семинарий, только в семинарии 4 года, только в семинарии. То есть, что они могут наделать? Они наделают беды. И то, что храмы у них пустые или закрыты во время воскресное, я понимаю, потому что Господь сказал, что пастырь добрый душу полагает за усы, а наемник бежит. У них есть пастырь, он не родит, а в цах. Это для него так. У него совсем другая жизнь. Или же ему там пообещали, что... Я просто знаю все это самое. Но у нас же тоже есть такая беда. Есть неподготовленные священники, плохо подготовленные. Ну, бывает такое, даже если проучился 4 года, ну, бывает такое. Не вошло оно в душу. Верой надо жить. Это не просто вот... Это жизнь. Это хобби, это служба, это работа, это все. Для священника нужно быть. Тогда только он... А так он же говорит, что не родит. Когда волк приходит, наемники убегают. Только пастыри остаются. А так ты не отличишь пастыря от наемника, когда все хорошо. Плюс еще что. Вы же понимаете, что сребролюбие имеет такие отвратительные последствия. Кшипальцы, да, кольца. Такое, как раковые вот такие. Он может прийти и даже нормальным, а потом... А испортится по ходу дела. Бывает, священников портят паства. Ой, какой батюшка хороший. Ой, вы такой батюшка, вы такой... Ну и короче, это пошло все. И батюшка, возьми, да и поверь. Что-то так. Хотя это ложь, это брехня. Я просто знаю, что это ложь. Потому что апостол Павел писал, что я даже сам о себе не сужу. Потому что мне Бог судья. Это вы так думаете. Мне все равно, что вы думаете, что другие думают. Я и сам не сужу. Потому что есть мнение... Вот кто меня знает? Я даже себя не знаю. Только Бог меня знает. Потому что они могут так считать, а Бог посчитает по-другому. Вот особенность. Потому что не верить надо по хвале. Это детям надо верить. Ну, там, в таком плане. Имеется в виду. А так нельзя в это верить. Для меня это условность. Ну, так надо. Это этикет такой. Ну, похвалили. Ну, так надо. Типа, здравствуйте, до свидания. Как у вас дела? Хорошо. То есть, а что вы спрашиваете? Что вам действительно интересно, как мне дела? Да нет, так просто положено. Что может еще? Само паства портит его. Ну, и что еще хочу сказать. У нас, к сожалению, программа по детям, по семье очень слабая. Сейчас вообще беда в стране и в мире. Именно в христианских странах. Рождаемость в три раза меньше смертности. Это без учета войны. Вдумайтесь. Детьми в основном не занимаются. Занимается ими это интернет и все остальное. Ну, надо еще сказать, что церковь не может всех проблем решить. Потому что церковь есть три столпа, три института. Религиозный, государственный и институт семьи. Вот эти три, они должны вместе работать. А у нас разрушена и той, и другой, и третья. Ну, не то, что расшатана. Если ребенок смотрит, ему одну, говоришь, одну информацию полезную, а он смотрит на одну информацию полезную всем вредных, то как вы думаете, на какую сторону будет клониться? Даже в верующих семьях. И, соответственно, вот в выходах действительно забывает. Да, с одной стороны, я скажу. Во время молитв, когда ты много молишься, литургия, причастие, душа наполняется радостью, душа наполняется спокойствием, и тебе уже кажется, что все ничего не надо. Ну, ты помолил, все, 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 Бог сделает. Но это немножко обман. Из-за этого, получается, теряется бдительность, усердие. И вот эта вот приходская жизнь, жизнь прихода, она, ну, как бы сказать, хромает. Плюс еще что? Бывает такое, что мы боимся кого-то отпустить. Ну, вот вы ходили, а что вы перестали ходить в храм? Ну, перестал ты, перестал. Вот курс есть, иди, Господь приводит людей или отводит людей. А вот когда начинается вот такой вот этот самый, это уже плохо. Нельзя человека ни держать, ни затягивать, ни этот... То есть, хочет, пришел. Не хочет, не пришел. Правильно? Вот как-то так надо будет делать. Соответственно, тогда собирается нужный контингент людей на приходе. Все приходы не могут быть одинаковые. И кипит, так и приход. Понимаете? То есть, это не просто так. И в одном, допустим, жизни, в одном более ходят в храм такие, ну, молитвенники. Знаете, вот они пришли помолиться. Вот они, вот батюшка молится, да, и вот они вместе с ним, там, тишина, все там, муха пролетает, все слышно. То есть, они вот молиться пришли. Вот молитвенный приход. Другой приход, больше там, ну, дети, занимаются детьми. Есть такой, я сам знаю. То есть, больше такой уклон именно в эту сторону. Ну, везде, понимаете, своя атмосфера, микроклимат. Какая-то там своя специфика. И вот, в зависимости от того, на что настроен священник, а он не может всех тянуть. То есть, надо сказать, Господи, приведи, кого ты считаешь нужным. Потому что, будет тянуть, он все равно не вытянет их. И сам загнется, и их попортит. Так вот, надо вот волю Божью, да, вот возьми профиль, какой есть. Но, если этого нету, то вот, может быть, такая тоже беда, одна из причин. Но я все причины не говорю, всех их не расскажешь. Но вот так, в основном, вот почему так у нас и бывает. Потому, может быть, надо искать тот приход, которым вот есть именно вот такая атмосфера. Потому что для многих, допустим, я знаю, они хотят в этот приход, но из-за детей ездят в другой приход. Ну, что там устроено для детей, там много детей. А для детей очень важно, особенно для мальчиков, атмосфера, что там ходят такие же дети и мужчины. Потому что приходишь, а ты мальчик, а там одни женщины стоят, бабушки, девочки. И ты думаешь, наверное, мужики, на кого равняется мальчик? Наверное, мужчин. Ага, мужчины не ходят, то и я ходить не буду. Должна быть вот эта атмосфера, чтобы видел, что общение, это что-то, вот в таком отношении. Потому, я же говорю, что тут надо профиль взять свой. Кого Бог приведет, значит, не привезет, а это, значит, все. То есть, оно, естественно, отбор. Останутся те, кому надо быть на этом приходе. Столько, сколько надо. Нет, не держать, не этот сам, не сам человек решает. Ну, плюс еще надо что? Приводить людей не к себе, а к Христу. К Христу и научить людей самостоятельно думать, а не делать их духовными инвалидами. Когда они там за каждый этот, батюшка, благословите, а как-то вот так, а как-то вот так, а как-то вот так, а как-то вот. Ну, говорю, ну, вы же у вас в 20 лет ходите в храм. Уже же должны как-то научиться. Не, ну, еще надо же по благословению, все. Говорю, так, понимите, так можно и в туалет ходить по благословению. Уже до такой степени можно дойти. Ну, вы должны, правильно, надо где-то спрашивать, где-то есть такое понятие. Но надо учиться думать самому, учиться самому принимать решения, учиться самому брать ответственность за свои, а не на батюшку перекладывать, учиться самому что-то тоже делать. Посоветуйся, но ты реши сам. Ты прими, узнай, спроси мнение того священника, того, того. А потом прими сам решение. Вот возьми и возьми ответственность на себя, а не этот самый. Батюшка, а можно, а можно мы сегодня там пятница, что-то там сидим там молочное? Я говорю, все можно, под вашу ответственность вы все можете. А вы благословляете? Я тебе говорю, ага, а нам батюшка благословил, а батюшка благословил. Я говорю, вы знаете, я говорю, я когда хочу что-то, я беру рем и не спрашиваю ни в кого. То есть я не спрашиваю там владыка чи кто-то, благословляете. И сам взял, вот если я считаю, что я согрешил, каюсь. Ну, съел, каюсь. Не считаю, значит, не каюсь. Говорю, так и вы разберите, хотите есть, так возьмите, съешьте, посоветуй, потом кайтесь. Говорю, ну зачем вы на меня, на другого священника, при этом самый. Да, научитесь сами, ну покайтесь же вы. Вот Господь, вот помолитесь Ему, раз вы согрешили, не выдержали, но наелись себя. Ну, понятно, ну это же не такое, что там супер грех, что там, ну поели, порадуйтесь, поблагодарите Бога, что вы наелись. Да и покайтесь. Ну, уже зачем вот это хитрить, юлить, лукавить, чтобы удовольствие получить и каяться не надо. Знаете, вот и так, не говорю, за все надо, вот получили удовольствие, кайтесь. Я лично была потрясена, вот увидела фильм, который называется «Святыня Египта», кто хочет, может посмотреть. Это наше священство из Святогорска в 21-м году ездило в Египет, в Копские монастыри. И они рассказали, как там устроена вот эта атмосфера. Сто процентная посещаемость. Если человек дважды не посетил воскресенье, литература, священник идет к нему домой и интересуется, все ли у вас в порядке. Дети каждые каникулы с удовольствием посещают монастыри, чтобы там послушать, честно, заниматься. Причем они это делают с удовольствием, с радостью. Каждый год в монастыри подается более пяти тысяч заявок, из которых отбирается только пять. Причем эти люди находятся в стране, которая не христианской верой. Исламская вера, они постоянно в гонениях. И там приводится такая история, которая просто разрыв мозга. Женщина одна, когда, это было несколько лет назад, когда захватили исламисты, радикальные несколько христиан, молодых парней. И они их приговорили к смерти. И долго это, ну, какое-то время это длилось, пока они там над ними издевались. И одна женщина, услышав, что ее сына захватили, она ушла в затвор. Ни с кем не разговаривала, молилась. И когда сын все-таки был казнен, она уже стала говорить, ее спросили. Ты так сильно переживала за своего сына, поэтому перестала как бы говорить с людьми. Она говорит, что вы, я молилась, чтобы не спугнуть эту ситуацию. Потому что я счастлива, что мой сын стал мучеником за Христа. И вот представьте, это все происходит в наше время. Видите разница, какая вот подходы, разные подходы. Страна Египет, которая никогда не воспринимала, как христианскую страну. Я так задумывалась, а много ли у нас? А раньше была она очень христианская. Да, раньше. Это страна святых была. Да, ну, много ли у нас таких женщин сейчас, которые вот такое способные? Ну, немного, но есть. Ну, слава Богу, да. Немного, но есть. Ну, это такой хороший пример, вот как устраивать жизнь. Да, кстати, что я хочу сказать. Вот мне говорят, почему батюшка там не то-то-то. Ну, смотрите, одни люди, допустим, нравится, когда батюшка там интересуется, что я не пришел, что я там, ну, тут и все, да. А есть люди, которые, ну, вот я, например, мне не нравится, когда мне лезут в душу. Вот я не пришел, значит я знаю, что я не пришел. Это моя проблема. И что, когда мне будут звонить, например, ну, я так по характеру такое, что я не пришел. Ну, я не хочу объяснять, что я не пришел. Ну, просто не хочу. Могу, но не хочу. То есть ничего такого, это просто не хочу. Ну, это не претензии, это забор. Ну, я знаю, ну, вот я же говорю, что, поймите, что не все люди любят вот такие отношения. Если наоборот, или, например, там, говорит, вот, пришла там девушка, женщина возле церкви, села и плачет, и никто не подошел. Я говорю, если бы я пришел и плакал, я бы не хотел, чтобы ко мне кто-то подошел. Вот в этот момент я хочу побыть сам. Хочу поплакать сам. Все. То есть ты не знаешь, ты придешь, ты не знаешь характер этого человека. Чи ты ему поможешь, или ты его еще обозлишь. Бывает, обычно, ну, приходят, плачут, потом обращаются, тогда уже мы разговариваем. Значит, человек хочет. А так, ну, все люди разные, потому, тут апостол пишет, что в таких ситуациях каждый поступает по произволению своего ума и совести. То есть как вот ты можешь вот в данный момент. Я считаю, что, ну, вот в таком плане, что человек захотел, он там, пришел, не пришел. Ну, значит, его, значит, у него есть проблема какая-то там была. Вот, захочет, он скажет, а не захочет, зачем мне лезть туда? Если я не люблю, когда мне лезут, зачем мне лезть туда? Ну, в таком плане. Так что, тут тоже, да, надо очень бдительно проявить, что люди все разные. То есть, если хочешь так, то надо собирать под одну категорию, под свою, чтобы Господь приводил, чтобы они примерно... Хотя все равно все люди разные. Даже если они одной категории, все равно они все разные. То есть нет абсолютно одинаковых людей по характеру и по всем остальным.